Настоящая война в Сириас Сэм. Сибирский хаос не имеет себе равных. Сотни врагов наводняют карту и хотят твоей смерти. Кровь и кишки разбрызгиваются по всему экрану, когда ты уничтожаешь их с помощью различного оружия. Невозможность вздохнуть, когда постоянные волны мутантов, демонов и бог знает, чего преследуют каждое твое движение. Продолжая высокооктановое действие Сириуса Сэма 4, Сибирский хаос — это безумие. Не только это, это невероятно сложно. Через 10 минут после старта я был мертв. Использовать пистолет, чтобы уничтожить Рой Гнаров, было несправедливо. Однако, как только поток сражений начинает набирать обороты, и твой арсенал неуклонно растет, Сириус Сэм. Сибирский хаос чертовски хорош. Ближе к концу пяти-шестичасовой кампании ты выбираешь и стоны оружия и гаджетов, чтобы стильно уничтожить армию. Действие происходит во время событий Сириус Сэм для Сэма, Стоун оказывается в самой глубокой и холодной Сибири с целью отправиться на Тунгуску и остановить генерала Брэнда раз и навсегда. Не проходило и второго дня, чтобы адреналин не тег. Команды Кроу в паре со студией Таймлок, состоящей из популярных моделей в сообществе, обеспечивают одно из самых приятных и безумных приключений на сегодняшний день. Сибирский хаос — это отдельное расширение. Одна вещь, которую он делает, это сочетает в себе острые ощущения от Сириус Сэмфор с новым оружием, врагами и локациями. Сибирь — отличное место. Оставь железнодорожные станции и промышленные объекты, леса и обширные поля. Дизайн уровней сочетает в себе клаустрофобные столкновения и крупномасштабные сражения. Хотя временами я чувствую себя немного опустошенным. Тебя поощряют к исследованиям, но чаще всего некоторые области кажутся пустыми, где бы ты ни находился. Враги продолжают наступать. В драку добавилось несколько новых монстров, таких как драконианский сжигатель. Эти странные уроды в масках выпускают реки огня из своих пушек, летя по воздуху. Еще одно испорченное творение — это сторожевая башня Октана. Эти огромные сооружения обстреливают тебя беспилотниками и запускают шквалы ракет, чтобы помешать тебе уничтожить их. Именно дизайн этих инопланетян делает сибирский хаос таким приятным. Орегонские подолы выглядят как извращенная версия на сферату. Основные биомеханоиды — это огромные механические существа, головы которых напоминают канайс-черепашек-ниндзя-подростков-мутантов. Прозрачные скелеты — это существа с крепкими костями, которые бросаются на тебя со свирепостью. Вертолеты технополипов сочетают вертолеты с органическим веществом, чтобы наводить ужас с воздуха. Существует такое разнообразие врагов с различными типами атак, что тебя постоянно держат в напряжении, и это делает каждый бой полностью приятным. Еще один забавный аспект Сириас Сэм Сайбериан Мэйхом — это оружие и гаджеты, которые ты можешь использовать. Некоторые из них открываются как часть историй, другие скрыты за головоломками, в глуши или при выполнении побочных квестов. Стоит исследовать замерзший ландшафт, так как некоторые из них невероятны. Возьми, к примеру, тактичность. Это позволяет тебе нанести авиаудар, который за считанные минуты очистит густонаселенное поле боя. Я не могу решить, что я предпочитаю. Черную дыру, скутер на ховерборде или... Гаджеты действительно впечатляют, и мне никогда не надоедало ими пользоваться. Что касается оружия, то некоторые из них намного лучше других. Новый лучевой пистолет Ксмурбен Эй — это лучшее оружие, которое можно предложить. Он выпускает поток контролируемого огня, пронзая орды врагов в мгновение ока. Арбалет ТК ТУПОН — приятное новое дополнение, но я обнаружил, что он довольно бесполезен, когда тонны врагов бегут прямо к тебе. Я стал большим поклонником дробовика и обнаружил, что использую его чаще, чем любое другое оружие. Это помогло, когда я разблокировал мод гранатомета на ранней стадии, поскольку он стал неотъемлемой частью моего арсенала. Сибирский хаос работает, когда у тебя есть огневая мощь, гранаты, ракетные установки, даже пушка СБС, взятая прямо с пиратского корабля, являются наиболее эффективными. Говоря, что я не мог насытиться миниганом Икзом 214-ей, потому что он с легкостью разрывает врагов. Я никогда не боролся за боеприпасы. Ты повсюду находишь пули, здоровье и щиты, любезно предоставленные серьезными артефактами Майт или Сэм. Короче говоря, ты можешь разблокировать способность, когда враги тоже ее отбрасывают. Повсюду есть точки способностей, и как только ты их найдешь, можно будет разблокировать различные способности. Они варьируются от способности атаковать в ближнем бою более крупных инопланетян до верховой езды на них. Для Сэма не так много улучшений, однако тех, которые ты получаешь, достаточно, чтобы что-то изменить. Со всем оружием, гаджетами и способностями, профессиональная команда и студия Таймлок хотят, чтобы ты повеселился. Будешь ли ты наслаждаться сибирским хаосом, все сводится к тому, чего ты хочешь. Из шутера от первого лица кому-то это может показаться архаичным, повторение убийства тысяч врагов может наскучить, если вы хотите чего-то большего от жанра. Лично мне очень понравилось, как безостановочно колотится сердце. Это похоже на гибель на стероидах. Иногда ты просто не хочешь слишком много думать, и именно поэтому я думаю, что многое будет связано с хаосом, который он предлагает. Для некоторых это может быть недостаточно сложно, но если ты просто хочешь выбить дерьмо из ОРД монстров, это идеальное средство для очищения неба. Серьезный Сэм Сибирский беспредел смешон во всех отношениях. Разнообразное оружие и гаджеты дают тебе много причин поэкспериментировать со своим арсеналом. Враги разнообразны и постоянны. Есть даже случайная головоломка, которая напрягает твой мозг. Некоторые районы действительно кажутся немного бесплодными, и это видеоигра из фильма «Б», так что я не против. Если ты просто хочешь чего-то, что требует небольшого размышления и большого нажатия на спусковой крючок, прыгай прямо сейчас. Возможно, это не у всех вызывает зуд, но этого достаточно, чтобы порадовать тех фанатов, которые хотят больше времени проводить с герцогом. Ты пришел, вдохновленный Сэмом Стоуном. Вот почему мы даем ему 7-5 из 10. Привет, Адам здесь от бога, как выродок. Ком, спасибо, что выслушал отзыв Криса Уайта о Сирио Сэм Сайбирио Мэйхом. Это действительно так безумно, как он говорит, это очень быстрое действие. Если тебе понравилось это видео, нажми кнопку «Подписаться», кнопку «Мне нравится» и кнопку «Звонок», чтобы не пропустить уведомления, когда появится следующее видео. Начало года обещает быть напряженным, и ты не хочешь ничего пропустить. Спасибо за это. Пока-пока.